Мэрия нашла виновника в задержке работ по ремонту моста на улице Михаила Витязула. Муниципалитет обвиняет ЖДМ в намеренном нежелании разрешить переход через железную дорогу, чтобы обойти мост во время работ. По данным мэрии, по этой причине работы продлятся дольше. С другой стороны, в ЖДМ говорят, что законодательство не позволяет пересекать железную дорогу в этом районе, поскольку это будет означать серьезный риск как для водителей, так и для безопасности железнодорожного транспорта. Мэрия Кишинева недовольна тем, что ЖДМ не разрешает обустроить переходы через железную дорогу на пересечении улиц Петру-Рариша и Албешуары и направить движение транспорта на кольцевую развязку Вестерничены. Как следствие, уверяют власти, движение по мосту полностью не остановит, а работы продлятся дольше. Мы постарались полностью перекрыть мост, чтобы сократить сроки реализации этого проекта. Пытались построить дополнительные подъездные пути. К сожалению, получили отказ от ЖДМ на том основании, что невозможно, хотя, скорее всего, просто не хотят. Мы не можем сравнивать полностью закрытую дорогу и сроки исполнения полузакрытого и пересекаемого на половину моста. В управлении городской мобильности утверждают, что если мост не закроют полностью, то срок ремонта будет продлен. Нам неоднократно поступали отказы. Это заставляет нас развивать и продолжать работы в ограниченных условиях. Мы действительно отмечаем досадное вмешательство экономического агента в процесс выполнения работ, в том числе в сроке их завершения. С другой стороны, в Рио главы ЖДМ утверждают, что действующее законодательство запрещает создание перехода по железным путям в районе вокзала, тем более, что всего существует пять параллельных железнодорожных линий. Это приведет к увеличению рисков безопасности как для автомобильного, так и для железнодорожного движения. Учитывая, какие у нас пробки на мосту, где ведутся работы, представьте, что будет, если мы откроем такой переход на железной дороге. Мы не сможем работать. У нас есть пассажирские поезда Кишинев-Высокола, Кишинев-Фунгены, туда-обратно, грузовые поезда. У водителя, находящегося в 50 метрах от железнодорожного пути, должен быть обзор влево и вправо не менее чем на один километр. А какой обзор в городе, где одни здания? Глава ЖДМ утверждает, что на месте побывала специальная комиссия, в которую вошли представители мэрии, и им разъяснили ситуацию. Им четко объяснили и сослались на законодательство Республики Молдова. Я не понимаю, почему у них такое отношение. Они обсуждают, разговаривают, но никто из них не связался с нами, если их так интересуют кишиневцы. Работы на мосту на улице Михая Витязола начались прошлой весной. Срок сдачи первого участка несколько раз продлевали. Ранее власти заверяли, что работы будут завершены к концу мая. Экономический агент потребовал полностью закрыть движение для завершения работ. На ремонт моста из муниципального бюджета было выделено 108 миллионов леев. ПРОДПИШИСЬ БЕЛЕЬ СПОКТЕМВЕЛЬ ПОСТАЛ ЕАНТРИ Продолжение следует...